Продолжение следует... Кажется, им сейчас актуально. Собственно, для этого мы объявили open call, чтобы каждый, кто хочет, не подтвердиться. То есть специально никого не приглашали. И получили там больше ста заявок. И там было два условия, что обязательно должно быть слово-словарная статья. И, собственно говоря, какое-то предложение о работе. Можно было эскиз или идею даже прислать. Ну, все зависит от конкретного. И у художника в итоге получилась такая двойная работа. Им надо статью написать, работы сделать. Ну, в общем-то, мы отбирали по тем претериям, чтобы было и то, и другое. И в итоге на той стене как раз такая выжимка этого слова-словаря. Паталоги там, где-то, 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 где-то. Вот эта работа, это работа минской художницы Жанны Гладко. Здесь, на фотографиях вы видите известных белорусских художников. Она выбрала слово «ассистентка». И, собственно, ее работа в том состоит, что она нанималась ассистенткой к этим художникам в качестве водителя. Здесь представлена документация. На этих анкетах художники отвечали ей на вопросы, почему они не водят машину, почему они там не имеют права и так далее. Она сама водится с 13 лет. И вот там на первой анкете, собственно, она представлена. А здесь документация ее поездок. Представлена. Тут указано, с какой целью и куда они ездили. И какие-то там интересные есть замечания. Кто-то там забрал сумку в машинке или там еще что-то. И здесь такой перевертыш. То есть, с одной стороны, она ассистентка. То есть, такое прислуживающее положение в системе искусства. Потому что все эти художники, по-моему, очень известны в Беларуси. А с другой стороны, именно она любой. Именно она водит. И без нее они там не могут съездить в художественный магазин. Там отвезти что-то на выставку, доехать, доехать. А здесь небольшая, очень важная работа про... Это книга художника. В данном случае книга художницы. Она в единственном экземпляре существует. И художница Татьяна Федорова из Кишинева, Молдова. Ее мать около 25 лет работала на швейной фабрике «Красная звезда». И, конечно, на этой фабрике в основном работали женщины. И они производили разную текстильную продукцию. И ее мать все это собирала. Вот как, знаете, в советское время у всех были такие залежи, запасы, какие-то одежды. И это все сохранилось. И, собственно, ее мама отказывалась избавляться от всех этих вещей. Для нее это было важно, потому что, собственно, вся жизнь ее была на этой фабрике. И художница сделала такие фотографии, где мы можем увидеть эти блузки, платья и так далее. И здесь же собрано интервью с матерью художницы, где она... Художница расспрашивает про условия труда, как это все происходило и так далее. Можно будет потом почитать. Это, конечно, для такого длительного рассматривания работы. Здесь мы видим гипсовый патч. Элина Дюнкова, это художница из Москвы. Работа о самоинвализации. Посвящена на предупределение, которое известен в вас и партии. Но у нее из каких-то личностей не урядится, она сходит с ума. И уже потом появилась жизнь и поставлена инвалид. То есть это вот такая история конкретно галерины натолкнула ангелину вот на такой образ. То есть то, что должно быть легким, воздушным, паркать на сцене и так далее, представлены какие-то такие тяжелые гипсовые колеса, которые прибиты к земле. И напротив мы видим работу, которую он создал ироническую, потому что здесь она называется патч. Мы видим, что это, по сути, как лоскутное такое одеяло, сделанное из колста, собственно, из работы самой художницы Ольги Осиновой. То есть она взяла свой пост и перекроила его таким образом, обыгрывая и модернистскую решетку ироническую, потому что в итоге она называла это патч. И представив вот такую вот, ну то есть видите, она не обработала края, не поставила края, то есть это такая вот тряпочка, такая вот эта лоскутная штука, которая вот и идею смерти живописи в какой-то степени тоже обыгрывала. В центре работа Марина Андросовича, называется она «Голос», а слово «Голос» — «Репрезентация». И здесь довольно много смысла, тут вот сейчас я скажу, ну как сама Марина, ну как и 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 Марина. Мне очень важно, что, во-первых, эти растения принимают женские прически, ну в частности вот здесь, да, мы называем «Косу». И это как раз о том, что у нас как-то начинает, с самого роста начинают формироваться, и в итоге формируют что-то неестественное, да. И с другой стороны, ну растения, с одной стороны, не швы, но у них совершенно отсутствует волос, да, какие-то проявления. Это вот, как говорила сама Марина, о том, как сложно иметь собственный волос. А мне еще кажется здесь важным, что здесь обыгрывается минималистская скульптура. То есть, с одной стороны, да, мы вспоминаем минималистскую скульптуру, когда-нибудь такие квадратики, да, и кубики, но, как мы помним, минималистская скульптура технологически очень хорошо всегда была сделана. Вот она была, вот, 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 художники заказывают, такая, это сталь, там, пластмасса, что угодно. А здесь земля, это, просто бутуржевая, она меняется, она была выше, она падала. И лишь, где каждый раз встречала, ну, стопат, и было, где они были, были, возможности, да. Вот, и это вот такая вот меняющаяся, вещи, семья. Но может быть, на самом деле, интерпретация, потому что кто-то здесь символические символы видел, но это по-разному. Да, по-разному. Да, можем вернуться вот к этой работе, которая на планшетах. Это работа Ирины Кудри, если в идеале нужно достаточно долго посмотреть это видео, но сейчас на скорости просто расскажу, что здесь происходит. То есть, оно не синхронизировано, но это одно и то же видео. То есть, на двух планшетах одинаковое видео, на котором показано, как сама художница убирается. То есть, она работала реальной уборщицей в течение года. И фишка здесь в том, что совершенно разные этикетки. То есть, на одной этикетке указаны просто обычные данные, как это обычно указывается на выставках. Там, Ирина Кудря, художница из Киева, название, в данном случае без названий и так далее. А под другим просто подписана уборщица Центра исследования общества. Ну, собственно, где она и работала. И здесь, конечно, есть такая игра со зрителем, потому что такой вопрос возникает, что мы считаем искусством, влияет ли на наше восприятие. Там та же самая этикетка, которую мы видим в данном случае. Если это подписано таким образом, то как мы относимся к этому человеку, а если к таким, как к художнику относимся и так далее. И, конечно, это работа о разных статусах, которые, разве понятно, что профессия художника идеализирована в какой-то степени, в отличие от профессии уборщицы, скажем. Да, и слово, которое именно осмыслает, как раз таки статус. А вот эти две работы, которые мы здесь видим, это работа Елены Полященко и Анны Ивановой. Они для осмысления предложили такое понятие, как женское искусство. Совершенно разные консультации этого понятия, и очень часто негативные. То есть, когда говорят о, что искусство женское какое-то, это чаще всего не идут либо декоративность, либо какие-то мелкие, по мнению, критика темы и так далее. Здесь мы видим две разные совершенно стратегии. В одном случае это такая очень тонкая сюрреалистичная графика, которая выглядит классические образы и образы культуры. С другой стороны, мы видим вот такое дикое искусство Ани Иванова, сама из Ташкента, и она очень активно использует в своих работах тканей, которые традиционно в Узбекистанах, и это здесь видно. И с одной стороны, мы видим какие-то, да, вот те темы, которые как раз считаются женскими, там, ребёнок, кухонные мотивы, но с другой стороны, это такая большая тотальная вещь, и они всегда работают на больших фанатах. По сути, здесь представлены, да, это не правильно. К сожалению, не было возможности всё заходить. Вот, и каждый из них по-своему пытается ответить на вопрос, за что, собственно, мы верили, что искусство обладает темы вообще каким-то особым содержанием, или всё-таки эта работа за студию искусства, собственно, с какими-то отдельными направлениями, течениями. Если у вас есть вопросы по ходу, можете спрашивать. Вот эта работа интересна тем, что эта работа о том, как работа не получилась. Дело в том, что Алиса Тарёжна, автор, она хотела, она журналистка, и по её свидетельству, её там статьи, которые она написала несколько лет назад, наполнены сексизмом, нервностью к женщинам и так далее. И она хотела взять эти статьи и красной ручкой исправить там всё, что ей не нравится. То есть и работа так и называется, работа Мадаши. Когда она начала это делать, ей настолько было тяжело всё это лечитывается, у неё было ощущение, что это вообще какой-то другой человек, что в итоге всё, что она могла представить, это вот эти листы, на которых написано «Стыдно, стыдно, стыдно, я сознаю, сознаю» много раз на листах. И здесь объяснение, почему она не смогла сделать работу, и что для исправления ошибок не хватит никакой красной ручки и так далее. И мы решили эту работу фиксировать вот именно так, потому что она, на мой взгляд, искренняя, и как раз очень хорошо подходит к тому понятию, которое Алиса выбрала, а выбрала она осознанность. Она написала очень большой текст. Вот когда выйдет каталог, там все тексты можно будет в расширенном варианте прочитать. Очень интересные. Дальше работа художницы из Петербурга Сюзанна Ариордан. До этого она принимала участие в выставке «А как же любовь» в Санкт-Петербурге. И она захотела на тему гендерных стереотипов сделать работу. И здесь мы видим так называемый средневековый комикс. То есть она говорит, тут двое двойняшек, мальчик и девочка. Соответственно, окружающие говорят там разные вещи про одни и те же занятия. И понятно, что там, когда рисует девочка, что она там мазюкает, когда рисует мальчик. Совсем другие слова. И в итоге, кем могут стать Генриетта и Генри. Генриетта – мать-жена. Генри – понятно, тут очень много разных опций. Это как раз те работы, работы такого типа, которые критики называют плакатными, плохими и так далее. Но я в данном случае не могу с ними согласиться. Потому что феминистское искусство часто активистское. И чем оно отличается от вообще искусства? У него часто есть какие-то конкретные цели. В данном случае, и мы увидим еще такие работы, поднять какие-то определенные темы в доступной легкой форме. Поэтому эта плакатность в данном случае оправдана и не может являться каким-то характеристикой чего-то плохого. Вот. И здесь есть несколько работ такого типа, которые сделаны именно активистами, активистками. И у них у всех есть определенные бэкграунты, определенные цели, когда они делают эти работы. И это нужно учить. Другое дело, как это показывают на выставках, это как раз вопрос куратору. В данном случае этот момент был не продуман. И именно на этом призвало, видимо, какую-то реакцию критиков на эти работы. Но можно подумать, как вообще представить активистское искусство. Это отдельный вопрос. Это работа Дианы Инухиной из Бишкека. Она называется «Работница культуры». У них художница. И в данном случае у нее понятие «посвоение». И она присваивает себе работы известная художница из Киргизской СССР Лидии Иной. Берет у нее Лина Акравин и меняет у них некоторые детали. То есть, и работы таким образом из одного диска перетекают в другой, в данном случае феминистский. И это тоже работа, по сути, приношилованный плакат. Такой плакат, который потом можно использовать в активистской деятельности. Следующая работа – это видео. Диана Жуккот, должница из Москвы. Ее работу поднимают в такую тему, как аппориация феминистского дискурса и министринским дискурсом, и патриотатным дискурсом. То есть, в данном случае, потом можете послушать, там, механический Google Голос что-то рассказывает о феминизме. То есть, вот эти обуви, там, длиной помады, попсовые такие, там, накрашенные в лук. И художница в своей статье как раз пишет о таких примерах. Например, праздник 8 марта. Вот такая такая иллюстрация, когда праздник, посвященный, там, женскому воспалительному движению, превращается в праздник, там, в дуфик, в старт и семью. Или она там еще приводит, например, канала You, который в своей рекламе использовал активный бодипозитив. Такое вот направление. Но при этом выложен канал там про передачи, про, как они называются, супермодели и так далее. Вот эта работа как раз о феминизме, который апроприируется, но не осмысляется. То есть, его смысл вымывается. Да? А почему у него есть метро и такая форма? Я думаю, что такая форма была выбрана, как метро, как самое такое место отчуждения, да, где, в общем-то, людей на лицах это отчуждение очень ярко проявляется. И где очень много при этом рекламы. И где очень хорошо показать вот этот, скажем так, контраст между вот этим механическим волосом, рекламным опять, который что-то вещает, и абсолютно вдохновущим людей, для которых эта вещь, то есть, человек не включается в этот разговор. Вот там, на этих блоках, представлены Зене, которые делают Ильяна Почеткова, это самый главный человек. А Зене – это, там, статусный журнал, сервисы. Как женщина себя чувствует в городе достаточно безопасно? Как чувствуют себя ранее? Часто там проводят какие-то семинары, в том числе там самообороны и какие-то, ну, как в городской пространстве. И здесь, к сожалению, они уже кончились, но здесь может быть небольшой донейшн для центра и сестры, братья эти, проводя эти с собой. И это тоже одна из активистских стратегий, выпуска вот таких вот изданий, распространений и так далее. Мы можем пройти в тот зал, который представляет другие стратегии. Здесь у нас такой блок, посвящен телесности. Вот эта аудиоинсталляция так и называется телесность. Чувствуешь, что у него? Классность, что ли, услышали? То есть, это состояние немножко похоже на блок карты. И это тысячи коронки, такой. А, теременно столько большое разнапряжение, что ты прям просто разнесешь вокруг. У нас канала на аудиоинсталляция. И эти женщины и художницы, и они рассказывают о каких-то телесных практиках и о своей телесности. И здесь для автора, Ольги Космонидзе, было важно, что о телесности она говорит с помощью голоса. То есть, это не обнаженное тело, не скульптура, а именно голосовая вещь, которая вот благодаря вот такого рода инсталляции как бы свободно скользит через зрителя. И в нее в любой момент можно войти, выйти. То есть, она не репрессивная, а такая свободная. Вот. А с другой стороны мы видим работу Камилы Брызгаловой, которая у вас тоже была представлена. Камилы, конечно же, слово «обнажение», но это обнажение не традиционное, как обычно бывает в искусстве. Здесь переосмысляются несколько отношений у художницы и моделей. То есть, Камилы называют их, во-первых, участницами, ни в коем случае не моделями. И они действительно становятся полноценными участницами, потому что они влияют на экспозицию и на то, как они представлены. Во-первых, они сами выбирают ту степень отношения, которую они хотят позволить себе. Во-вторых, они отвечают на вопросы художницы. То есть, написаны здесь ответы участниц, которые можно прочитать и в которых они отвечают, зачем они это сделают, как они относятся к самому телу, к здоровому, важному и так далее. И, в-третьих, каждый раз, когда художница участвует в выставке, она спрашивает участниц, где соглашаются или нет, на то, чтобы быть представлены. В данном случае две участницы отказались висеть на феминистской выставке. Да, я вообще хотел сказать, что насколько это феминистская работа – это тоже вопрос, потому что изначально все-таки основной темой, насколько я знаю, было именно отношения вне контекста женского отношения, потому что была и модель мужчины, который бы отказался, когда на нашей выставке тоже в итоге выставляться. И, ну, это запомнить просто, что, как бы есть такой факт, я выбор. Да, но я отвечаю, почему она феминистская. Потому что здесь женщина из объекта превращает, ну, как модель, да, которая всегда объект обычный, она превращается в субъект. Она влияет и на то, как художница ее снимает, и на то, как она представлена, и вообще может отказаться от того, чтобы они ее показывали ее тело. Она же у нас здесь и в этом смысле – это стратегия феминистская. Да, так да. И продолжение этой темы работы Алёны Терешко. В данном случае, ну, это художница, которая не традиционное классическое художественное образование, она сделала такую анимацию из сотни набросков своего собственного тела. Но в данном случае мы увидим, что она делает эти наброски без зеркала, да, то есть только то, что она видит, что она видит. И поэтому мы не увидим здесь ни ее лица, ни каких-то других более привычных ракурсов. Здесь еще, конечно, такая, ну, тут, во-первых, художница превращается в воды, да, и она сама себя изображает. Во-вторых, здесь, конечно, такая немного есть ирония над этой традиционной практикой вкусных набросков, которые часто, в академии, да, используются. А, как я сейчас делаю? Да. Она из Петербурга. В центре мы видим саму художницу, а справа и слева образы советских фильмов, мультфильмов, показывающих некие романтические моменты. И если это видео посмотреть от начала до конца, здесь есть свой, да, V-образный, можно сказать, даже сюжет, да, мы видим, как эти образы постепенно гнетаются и гнетаются и давят вот на саму художницу. Мы видим, что она совершенно несчастлива там наблюдать эти образы, ее опыт совершенно не совпадает, ну, об этом она пишет в статье с тем, что транслируется, и в конце даже проявляется некая там агрессия, да, там появляется надпись «Сейчас мы всех убьем». Да, то есть здесь вот такой конфликт между образом самой художницей, воспринимающей эти образы и теми образами, которые транслируются. Веселая. Вот эта работа русскоязычной художницы из Лондона, Лана Рок, называется она «Дисфункция». Ну, Лана в своей статье пишет о том, что она рассматривает тему как раз гендерных стереотипов и каких-то требований к женщинам, да, и о том, как часто эти требования не совпадают там с внутренней потребности, из-за чего и возникает вот эта, собственно, «Дисфункция». То есть понятно, что какие-то функции от нас ожидаемы в обществе, и эти несовпадения как раз вызывают это ощущение «Дисфункции». Соответственно, возникает ответное желание социального «ресайклинга», как она говорит, то есть изменение себя под эти стандарты, под общество. И здесь она очень простыми средствами показывает эту проблему на момент, то есть она берет какие-то детали каких-то машин, которые никогда вместе не существовали вместе, и пытается из них что-то создать. И это у нее не получается. То есть на протяжении всего видео эти разные детали по-разному комбинируются, и каждый раз рассыпаются, разваливаются. Ну, в общем, такое вот бесконечное дурное ударение. И термин социальный «ресайклинга» мне тоже нравится. Да, мне тоже. Поэтому я каждый раз пытаюсь его выговорить, запинается. А вот это работа Ани Ротоемко. Она тоже у вас сейчас? Да, она в Google оставляла. Аня в разных пабликах, по-моему, в «Контакте» нашла группу, где люди рассказывают о своих переживаниях, связанных с эмоциональным насилием. Она в ее свидетельствовала, там, в основном, какие-то очень грустные и страшные истории. Ну, эмоциональное насилие понятно, что оно не физическое, а там связано с манипуляцией, с контролем, с какими-то запретами и так далее. И вот здесь эти цитаты, это, собственно, она взяла вот в этих пабликах, и вот таким пластическим средством пыталась, в общем, передать какое-то состояние и невидимость вот этих людей, да, и их переживания, то есть видно, почему здесь свет, да, и было важно показать многослойность вот эту вот, и вот эту вот как-то прозрачность, их непроявленность, их недовольенность, и ей также важно, что это все сделано без каких-то таких розовых материалов, приемками, используются какие-то наклейки и так далее. А справа и слева в этом зале еще идем наши артистные работы. В данном случае это Лита Полякова. Она уже давно работает на теме физиологии, но физиология это, понятное дело, выдуманная, то есть это придуманная какая-то анатомия, и мы тут видим и отсылки к Джорджио Кифе, и к разным оригинальным, да, и к образам цветов и так далее. Но вся эта придуманная анатомия, да, она экспрессивными вот этими своими свойствами, она как бы передается внутренним состоянием, да, какое-то обычное боли, страха, каких-то еще переживаний. И напротив мы видим работу Алекс Кочевник, ироническую. И все, мы видим жилую женщину, с телом то ли накачанной мужчины, то ли накачанной женщины, это тоже мы не поймем. И эта работа очень хорошо прикликается еще с работой Микаэллы, к которой мы потом перейдем, и с работой Таней с Ченковой, где как раз может попытка составить вот этот гендер-храмбул, да, и вот эта серия, это я снимала совпесы, собственно, и очень интересный текст потом просчитать обязательно, она, как бы, на тот данный момент, как она написала, определить, сколько у нее вышло. Я могу, правда, сказать, что было неожиданно для меня организаторов, Микаэлл и Малин, что довольно много заявок поступило на тем, ну, осмысляющих отношения с собственной семьей, с матерью или осмысляющих собственное материнство. Т.е. вот как-то тема вот в этом году вот эта, актуальна для художников. Здесь у меня немножко работа Микаэллы, которая выросла из истории ее бабушки. Бабушка писала стихи, была художницей, ну, все знают эти истории, там, погрузилась в быт, все бросилась, занималась только этим. И вот у Микаэлл возник такой образ, что в итоге остаются только следы на этих досках. Вот из этого образа она решила сделать такой портрет бабушки, который она вырезала на этих досках, напечатала его. А вот на этой доске какие-то фразы бабушки, которые она написаны стихотворения. Но это стихотворение собирает уже сама художница из фраз бабушки. А здесь мы как раз ведем одну из активистских работ. По поводу этой работы у нас были с самими авторы какие-то споры и долго мы с ними думали, как это представить и что. Потому что изначально они хотели представить просто предметы. Вот. Но потом в обсуждении мы узнали, что они на самом деле проводят... Это группа из Самары и Тольятти, феминистская. Они проводят довольно много акций и пикетов. У них в Самаре как-то очень активные депутаты хотят, значит, вывести аборты из ФМС, стрихования, ну или вообще там запретить. И вот здесь мы можем увидеть какие-то фотографии пикетов и тексты, которые они написали из объясняющей ситуации. А в МСУ представлены предметы, которыми обычно делались нелегальные аборты, ну вот в советское время. В то время, когда аборты были запрещены. То есть, как бы, такое напоминание, к чему мы можем вернуться, да, там, если продолжать в том же духе. Ты говоришь, у вас были споры. И это какого рода споры? Если есть споры? Как представить? Потому что изначально они хотели представить предметы, расположенные на окровавленной простыне. Но это бы не представило их активистскую деятельность. В данном случае они активисты и, во всяком случае, некоторые из них не хотели себя называть художниками, но кто-то хотел, как мы потом услышали. Вот. И здесь было важно, как бы, представить, что это именно активистская работа. Ну, это мое мнение, аккуратно. Я понял. То есть это можно… Ну, мне кажется, что те примеры, которые сейчас лежат, и без акровавленных простыне, очень сильно создают впечатление. Так что, по крайней мере, с точки зрения эмоционального впечатления, даже мне это интересно, потому что это активистская работа получается сильно. Ну, а то я тоже так подумаю. Да. То есть акровавленная простыня, она не дает уже такого эффекта, как некое сухое впечатление. Чем суше здесь, тем не сильнее. Да. Здесь два видео. Сначала расскажу вот об этом видео. Алиска Чемник. А здесь мы видим, что в художником сайта документации про информацию, видео 30 час, она моет поле. Вместо пола, значит, снизу до верху. И если там не слушать это видео, можно подумать, что это как раз такое абсурдное доведение до предела вот этого вот монотомного домашнего труда, рутины какой-то и так далее. Но если это видео слушать, а его лучше слушать, то там через какие-то определенные промежутки времени мы слышим голос женщины, мы слышим, что эта женщина уже пожилая, мы потом узнаем из этикетки, что это ее мать, которая там периодически повторяет, устала, ты лучше устала, моя дорогая, держись. То есть в итоге эта работа получается о ее отношениях с матерью. Матерью, которая документирует этот процесс и поддерживает ее там в течение этих нескольких часов, пока шел в перформанс. Мерхняя работа – это просто 3D и собственные художницы, автор Ева Николова. И на нее важно здесь было поднять вопросы нормы, границ нормы. И это как раз та работа, которую нужно смотреть вместе с текстом. В частности, Ева пишет о том, что уже там в утробе знают наш пол, соответственно, это уже задает какие-то нормативы по отношению к нам. Уже в утробе там могут определить какие-то там дефекты, отклонения и провести отбор. То есть вот то, что уже человек еще не родился, а уже какие-то нормы, какие-то ограничения поставлены, вот об этом она хотела сказать, показав вот эту запись. Мне кажется, что в первой работе прикольно возникает еще дополнительный контекст, не только даже феминистский, сколько просто гендерный. Потому что вот у меня и, возможно, у многих мужчин возникнет сразу ассоциация с такой деятельностью, как служба в армии. И когда заставляют драйвить тоже полы или какую-то там, да, красить траву или вот еще бесполезный абсолютно труд, тоже по принуждению. И такой контекст. А что собой эта конструкция представляет? То есть она такая как бы активная, сложная, сделанная? Что такое? Это, ну, поскольку это там нить, да, то таких конструкций здесь довольно много и она… Не шли это. Я не понял. Нет, это понятно, что мы ее здесь с нашей не привезли а куда-то. Здесь, во-первых, очень сильная, ну, я не знаю, у вас, у меня медицинские ассоциации такого вот чего-то двигающегося и на чем что-то висит, какой-то вот такой вот. И поэтому эта работа сразу, ну, вот эта работа сразу предполагалась здесь. А вот эта работа появилась здесь, потому что, ну, если слушать это все вместе, то вот этот вот голос, который тебе вещает, там, сначала тут пение птиц какое-то, там, лают собаки и вдруг «держись, моя дорогая, держись, дочь», они как-то вместе вот с этим видео очень так сильно работают. То есть это вот что-то там о женской доле, сразу какие-то какие-то ассоциации. То, что обычно приписывают женскому искусству, оно и здесь проявляется, но иронически уже. Вот эта железная конструкция, она слишком, слишком… Берет на себя, да? Слишком сложно и хорошо сделано. Потому что, ну, там, как бы, варили, шлифовали, как-то брутали, ну, то есть вот эти вот мелочи, ну, конечно… Отвлекают, да? Ну, они, как бы, они… как бы, они вызывают какие-то, какие-то смыслы, а, на самом деле, их нет этого смысла. Ну, да, я, может, пожалуй, соглашусь, но вот важно было какую-то медицинскую все-таки вот эту штуку поддержать еще в сочетании с этой вещью, как-то… Ну, я согласна с тем, что она… Это дизайнерская, да, получается? Учинение, может быть, как рама, слишком тяжелая. Я очень… Вот сзади вас работа единственного влечения художника, когда ты… Остался в выставке. И она тоже посвящена, как ни странно, семье и отношения с матерью. Изначально он планировал показать отрывки из своего дневника, посвящен отношению с матерью, автор Максима Деревянки. Вот. Но в процессе… И эти отрывки дневника здесь есть. Но в процессе он запарикодировал в Максимах подход к этому тексту. Во-вторых, этот текст написан так, что его очень сложно прочитать. То есть, понятие Максим выбрал мужской опыт, и мы видим, что его опыт, его личный опыт, его какие-то переживания, работа очень экспрессивная. Он как бы не подпускает нас что-то более подробное узнать. Вот для него еще были важны вот эти гвозди, которые нам пытается соединить вот эти куски, там, отец, мать, брат и так далее. Вот эта вот красная подложка и так далее. Если по рейтингу вопросов нет, нужно пойти в черный. Ну давайте, наверное, начнем с видео, как раз там видео и все время субтальными 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 ми. Ну вот на этом видео мы видим, что женщина понимает о полиции и мужчина оттуда скидывает. И так продолжается все видео, а в конце мы видим, что мужчина повержен. Но кто его поверг и почему это случилось, мы не видим. Но изначально в перформансе он длился довольно долго. Все это время Яну и Сметанину скидывали с лестницы. Перформанс был задуман так, что он будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из зрителей не вмешается. И когда наконец одна из зрителей вмешалась и пробралась как-то наверх и скинула уже мужчину с лестницы, тогда перформанс прекратился. Здесь мы видим такую уже обработанную документацию в стилистике даже черно-белого кино. Какая-то музыка похожая на музыку Топиона, черно-белая. Вот. А на другом видео мы видим работу художницы, которая встав в свидание в агентку Сучала. И мы видим женщину обнаженную, жрецу в каске, которая играет в этой детали. Это уже конец этого видео. И мы видим, что он будет закрывать и там пушки и все такое. видео, конечно, надо смотреть слегка, потому что периодически оно прорывается видами заброшенной деревни, каких-то разрушенных зданий, не знаю, что это. Мы до тех пор пока не видим, что это видео снят в Канской области. И мы понимаем, что, собственно, моя сейчас эта женщина находится в этой зоне. И бьет в барабан, она еще бьет в барабан совершенно не случайно. Как бы это такой способ сопротивления. Сначала был выбран термин «нежное сопротивление». Это концепция Джосефу Ная о том, что в современном цивилизованном мире все конфликты будут решаться мирными способами. Но, как мы видим, это совершенно не так. И вот конкретно в этом видео, почему они вместе, почему звук у них одновременно играет, мне показалось, что эти стратегии, хотя они разные, на самом деле очень похожи. В первом видео женщина представлена как жертва, в этом видео она уже в бронежилете, в каске она бьет в барабан, но там есть очень сильный кадр, когда она все равно лежит в этих игрушек и смотрит в потолок. То есть, как женщины должны включаться в эту ситуацию, когда война, когда какие-то агрессивные вещи, это непонятно. и еще здесь есть две работы. Вот это, я думаю, вам известно, потому что это документация акции Екатерины Нинашевой. в течение 5 дней она носила форму заключенных. Это все документировалось. Она жила врачной жизнью. Дом, поделивали. И так далее. Изначально она планировала потом эти фотографии выслать заключенным, с надписью «Не бойся». Работа посвящена посттюремной адаптации женщины. Понятно, что любому человеку некие вещи очень сложно после тюрьмы получить работу, вернуть себе детей и так далее. Но в связи с разными обстоятельствами руководство колония запретила общаться с этими женщинами и присылать письма. Поэтому здесь мы видим машинку, как символ тюремного труда. Понятно, что там многие женщины шли в машинках. И она уклеена письмами, вот этой перепиской, которую Екатерина вела с женщинами. А на стенах еще надписи помадой. Либо те, о которых ей рассказывали женщины заключенные. Либо те, которые она слышала по отношению к себе во время этой акции. Это вот одна такая стратегия, которая поднимает тему исключенности в обществе. А здесь представлена несколько другая. Это газета. Ну, на открытии она раздавалась. Сейчас остался один экземпляр. Автор Ксения Сонная. Она сделала ряд таких перформативных фотографий, где роль мигранта исполняет сама. То есть это авторная фотография. Это постановочная фотография? Да. То есть она, по ее мнению, неэтично снимает сериальных женщин-мигранток. Поэтому она как бы играет женщин-мигрантку. Но она, по ее словам, сама сталкивалась с опытом дискриминации, там, функциональному признаку и даже по религиозному. Это она в своем тексте тоже отразила. И что она еще сделала? Она связалась со всеми социологами, которые сейчас работают с этой темой, изучают женщин-мигранток. И сделала такое краткое резюме по итогам этих исследований, которые, собственно, здесь и отразили. Здесь есть не только, на самом деле, всякие графики, данные и прочее, но есть и прямая речь женщин-мигранток, с которыми автор сама общалась. И в этом смысле это такое ценное свидетельство и документ в это положение сейчас женщин-мигранток. Конкретно в Москве. Здесь, по-моему, данные по России есть. Давайте посмотреть. И у нас осталось совсем немного работ. По этой комнате есть вопросы какие-нибудь, может? Или, может быть, уточнение? А что значит, что это агент Сучала, это фразы? Всегда нет. Она пожелала остаться неизвестной, но может быть связанной с тем, что она живет на Украине. А само слово Сучала? Может, у меня ничего не значит, что это слово? Ну, я думаю, он связан со словом Сучала. Я ничего, наверное, по-моему, не могу. Ну, вот здесь остались работы. Как ты еще не рассказала, это... Как раз работает актиристка Полина Дробиной. Она профессиональная художница. И она, в основном, занимает... Ну, как бы, не у самой дети. И она ведет паблики о материнстве. Она из Екатеринбурга. И здесь мы видим такие плакаты, листовки, которые она сама рисует. Сама придумывает эти слоганы. И потом распространяет это в сети. Или, там, где-то, я не знаю, может быть, в больнице. Ну, где встречаются мамы с детьми. То есть, здесь какая особенность у работы, что она ведет эти паблики и знает, какие темы там интересуют женщины или какие актуальные. И она реагирует на это вот таким образом. То есть, все эти темы она берет вот из этих активных обсуждений реальных людей. И, напротив, мы видим работу «Патеринский долг» Марианну Многилевой. Здесь для автора тоже очень важный текст. Мы считаем его частью работы. Но, мне кажется, визуальный образ очень сильный. Мы видим здесь смятую рекламную картинку счастливого такого образа. Интересство, которое все время транслирует с экранов телевизора. Ну, смятый среди какого-то мусора. И понятно, что здесь нивелируется вот этот рекламный счастливый образ. Просто показывается, что, во-первых, этот долг, который навязывается обществом, он не имеет под собой оснований. Во-вторых, этот долг потом обычно матери требует у своих детей обратно. И тогда это все в тексте отображено. Можно потом почитать. И вот эта работа «Буква Репа» Саратова и «Белушка». Они все время работают с такими какими-то трешевыми мусорными материалами. Потому что, если вы приглядитесь, это настоящие барберекены. Это китайские очень дешевые куклы. Соответственно, здесь стратегия такая, что они соединяют трешевые вещи с классическими сюжетами живописи. И мы здесь узнаем благовещение, брак, поклонение волков, бегство в Египет. Почему все это в телевизорах? Они работают с темой масс-медиа. Если вы найдете в интернете, вы увидите много других работ на эту тему. В частности, для них важно показывать дешевость тем, транслируемых земельных опер. Дешевость в том смысле, что эти темы, хотя они здесь сопоставляются классическими сюжетами по этой поработке, противоречивые в какой-то степени, они задают, опять же, некие стереотипы введения, создают некие иллюзии у зрителей, у зрителей. И вот это они подсчитывают. Я готова ответить на вопросы, если они есть. Вопросов нет, наша экскурсия закончена. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте петь и веселиться. Спасибо вам большое. Продолжение следует...